Добрый день, уважаемые зрители! В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда в это время, Василий Питков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Вижу, что Герасимова Татьяна написала приветствую. То есть я понимаю, что с трансляцией все нормально, соответственно, нам пора начинать. Традиционно вначале мы рассматриваем Forex календарь, поэтому заходим на главную страничку Альпари. В разделе аналитика Forex выбираем календарь событий от FX Street. И давайте посмотрим, что у нас вышло вчера после нашего аналитического обзора, что у нас впереди и как вся эта статистика может повлиять на валютный рынок. Итак, вчера после нашего обзора вышла статистика по США. Продажи на вторичном рынке жилья за месяц март чуть-чуть увеличились по сравнению с прошлым месяцем. Соответственно, если посмотреть на динамику графика, можно сказать, что в последнее время, точнее в последние месяцы идет потенциальный такой отскок, который практически был прокомментирован и в бежевой книге о Федрезерве, которую мы увидели на прошлой неделе, где говорилось, что, скорее всего, локальное дно сформировалось, и в ближайшие месяцы можно предположить, что произойдет оживление на рынке жилья в США. То есть, может быть, это начало вот этого отскока. То есть, это хорошая статистика на данный момент. Также очень хорошая статистика вышла от Market. Объясняю почему. Потому что составной индекс за месяц апрель, это первая оценка, за первый месяц второго квартала вышла на уровне 54.4. Таким образом, скорее всего, здесь также формируется потенциальный отскок в начале текущего года. Видно, что, конечно, эти стоимости, которые мы сейчас наблюдаем, они не являются очень высокими по сравнению с серединой прошлого года, но по сравнению с той впадиной, которая сформировалась по данному индикатору в конце прошлого года и в январе текущего, в начале текущего года, видно, что идет некий потенциальный... На самом деле, я составной индекс хотел показать. Секундочку. Видно, что это некий такой отскок. То есть, это не тот период начала текущего... Конец прошлого, начало текущего года. Я это с целью комментирую, потому что в Европе, если мы посмотрим европейскую статистику, видно, что составной индекс, рисующий ситуацию в экономике, наоборот, сильно снижается, начиная где-то с января-февраля текущего года. То есть, эта дивергенция, которую мы обсуждали где-то с середины марта, она все более и более заметна. И надеюсь, что это было понятно в очередной раз. И поэтому жду вашей реакции. Всем ли это понятно, что продолжается вот эта дивергенция уже больше месяца по данным маркетам между европейской экономикой и между американской? Всем ли это в очередной раз ясно? Потому что впервые в более таком солидном виде мы это зафиксировали в середине марта, когда выходила также вот эта опережающая статистика. Даже с целью хочу показать, что впервые практически согласно маркету в еврозоне составной индекс находится на уровне 55,2, а в США он находится на уровне составной индекс 54,8. То есть, уже темпы роста приблизительно выровнялись согласно маркету. Итак, по США хочу также прокомментировать, что ожидается согласно новому отчету маркета рос вблизи 2,5% во втором квартале текущего года, конечно, в годовом выражении, что в свою очередь значит, что наблюдается значительное улучшение по сравнению со слабым первым кварталом текущего года, а также нонфарм ожидается на уровне 200 тысяч в апреле. То есть, видно, что достаточно такой позитивный отчет для американской экономики был упубликован от маркета. Соответственно, это на самом деле хороший плюс для американского доллара, мне так кажется, и мы потом идем дальше. Выступление главы Банка Канады Стивена Полоза на самом деле не сильно отличается от его выступления, которое было на прошлой неделе во время пресс-конференции после заседания Банка Канада. Вот она его речь. На самом деле тут ничего такого значительного нет. Еще раз хочу сказать, что Банк Канады ожидает, что в течение этого года экономика зафиксирует темпы роста вблизи 2%. То есть, это будет значительно ниже те темпы роста, которые были зафиксированы в прошлом году вблизи 3%. Соответственно, вот потихонечку идет замедление темпов роста в канадской экономике. По сравнению с прошлым годом. Конечно, Банк Канады все-таки предполагает, что ситуация достаточно стабильная, что ситуация с инфляцией потихонечку будет улучшаться, и поэтому, скорее всего, они продолжат потихонечку цикл повышения процентной ставки. Все вот эти слова, которые были в речи Стивена Полоза, они полностью дублируют его слова, которые были озвучены на прошлой неделе во время пресс-конференции после заседания по денежно-кредитной политике. Поэтому здесь ничего нового я для себя не нашел. Итак, инфляция по Австралии вышла в соответствии с ожиданиями, то есть вблизи 2%. То есть это в нижней части желаемого диапазона Резервного банка Австралии. Он находится, мы знаем, от 2 до 3%. То есть инфляция пока в годовом выражении остается достаточно низкой. Соответственно, тут на самом деле никакого сюрприза и для рынка не было, потому что все вышло в соответствии с ожиданиями. По Новой Зеландии хочу прокомментировать индекс или число прибывших туристов. Видно, что потихонечку приезжающие, число приезжающих людей в Новой Зеландию начинает четко и ясно идти вбок. Мы это уже комментируем больше года. В это время желтая линия, число выезжающих из Новой Зеландии потихонечку начинает от этого дна идти вверх. То есть нетная миграция, нет чистый приток мигрантов начинает снижаться. То есть видно, что это из-за того, что экономическая ситуация в Новой Зеландии может быть где-то с конца 2013-го, начало 2014-го начала ухудшаться. Конечно, и за счет этого мы видим, что мигранты начали практически количество мигрантов, чистое количество мигрантов начало снижаться. И конечно, если посмотрим на график Новой Зеландский доллар-доллар, видно, что именно в конце 2013-го, начало 2014-го была и вот эта вершина в паре Новой Зеландский доллар-доллар. Видно, что люди сразу начали чувствовать, что там ситуация ухудшается. Итак, следующее, что хочу прокомментировать. Сегодня вышла инфляция по Японии. Где эта инфляция? Так, она здесь отсутствует. Или это вчера было? Ну ладно, она здесь отсутствует. Но хочу сказать, что индекс инфляции в Японии вышел в соответствии с ожиданиями Банка Японии. То есть сюрпризов нет. И конечно экспорт-импорт по Швейцарии. Вот как выглядит динамика экспорта-импорта по Швейцарии. Видно, что в Швейцарии, так же как и в Европе, начинается оживление по внешней торговле. То есть экономики взаимосвязаны. Что подтверждало, что действительно европейская экономика в 2016-2017 годах зафиксировала хорошие темпы роста внешней торговли. То есть действительно экономический рост в Европе видно, что перенесся и на Швейцарию. Что у нас впереди? На самом деле сегодня почти ничего такого интересного нет, кроме индикаторов по рынку жилья, которые выходят через приблизительно 2 часа по США, именно продажи новых домов за март. Также, может быть, стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда. Один из 12 секторов США. Посмотрим, если этот индикатор Федерального резервного банка Ричмонда подтвердит вчерашний позитив маркета. То есть, чтобы посмотреть, что еще один институт подтверждает вот это значительное улучшение в производственном секторе, в нашем случае получится, которое мы прокомментировали в начале обзора согласно маркету. И, конечно, видно, что ничего другого нет. Завтра в Новой Зеландии и в Австралии выходные дни. Там есть национальный праздник. То есть, ничего интересного по этим странам не будет. По Европе также ничего интересного нет до нашего следующего обзора. И поэтому у меня на этом все по календарю. Жду ваших конкретных вопросов. Если есть по календарю, пожалуйста, пишите в чате. То самое главное, что хочу сказать еще раз, что согласно маркету продолжается в последние полтора-два месяца четкая и ясная дивергенция между темпами роста европейской и американской экономики. И это, конечно, с точки зрения фундамента в пользу американского доллара. И, если честно, я хочу показать, что тот обзор, который я писал по паре евро-доллар, получается, тот обзор, который я писал недавно по паре евро-доллар, я сейчас его найду. Он был от 6 апреля. Так. Вот он мой обзор. Сейчас его найду. А, вот он, пара евро-доллар. Я здесь в этом обзоре от 6 апреля, когда обсуждал графики на тяжелых, конечно, таймфреймах, все-таки озвучил прогнозы за месяц март с точки зрения фундамента, которые четко и ясно показывали, что наблюдается продолжение вот этой дивергенции между экономическими ростами в Европе. Вот я здесь описал вот эти снижения. И наоборот, прогнозы по темпам роста США в это время все время начали повышаться. Вот это здесь я здесь четко и ясно описал. Надеюсь, вы это помните. Соответственно, это продолжается. Это было в начале месяца, когда мы увидели вторую оценку за месяц март по маркету. А сейчас видно, что и в первой оценке за месяц апрель продолжается вот она за месяц апрель текущая дивергенция. Хорошо. Поскольку я понимаю, вопросов по календарю нет. Соответственно, нам пора продолжать и идем к графикам. То есть начинаем с просмотра графиком в торговом терминале МТ4. Но до этого давайте прочитаю, что написал Иванов Михаил. Значит, Иванов Михаил пишет, веселье инфляция по Японии будет в пятницу. Нет, я имею ввиду инфляция по Японии Банка Японии. Вот она практически инфляция, которая вышла сегодня 24 апреля. Вот здесь четко и ясно. Можете увидеть, что сегодня была опубликована инфляция CPI, Consumer Price Index по Японии. И это было сегодня 24 апреля. Вот он график. Но я хочу сказать, он выходит в соответствии с ожиданиями Банка Японии. То с уровень 0,7%, если не ошибаюсь. Соответственно, вы это можете увидеть. И поэтому я сказал, что мы можем пропустить этот индикатор, потому что он вышел полностью в соответствии с ожиданиями Банка Японии. Давайте я это покажу. Все-таки 0,7% за месяц март. Надеюсь, Иванов Михаил, это было видно. Конечно, это в годовом выражении за месяц март. То есть вот она, year on year change. 2010 год. То есть, ну это 2015 год база. Соответственно, это полностью в соответствии с ожиданиями Банка Японии. Хорошо, мы идем дальше тогда, начиная с просмотра графиков. Итак, долларовый индекс. Что у нас есть? Свеча, которая рисуется за месяц, месячная имею ввиду, за месяц апрель, начинает рисоваться в бычьем виде. Тем более, что видно, что если по окончанию месяца мы закроемся вот в этом виде, это будет значить, что здесь произошло бычье поглошение вот этого тела, медвежьи свечи, а также мы видим, что хай вот этой свечи обновляет, хотя и чуть-чуть хай предыдущие свечи, хай, который также обновил хай за месяц февраль. То есть, бычий настрой по долларовому индексу потихонечку накапливается. Но я не могу сказать, что он настолько солиден. То есть, все-таки он наблюдается. Видно, что бычий настрой по долларовому индексу увеличивается по сравнению, допустим, с предыдущими неделями, по сравнению с предыдущим месяцем. Но чтобы сказать, что здесь есть такой четкий, ясный бычий настрой, мне кажется, что пока об этом рано говорить. Да, конечно, потенциал к тому, чтобы здесь сформировался впадина, и чтобы именно сейчас она начала формироваться с последующим отскоком. Вверх есть, он увеличивается, вот эта вероятность. Поэтому идем дальше. На уикли сегодня вторник, то есть во второй раз за последние, грубо говоря, где-то два месяца. Я могу себе позволить заявить, что есть предпосылки к тому, чтобы наконец-то здесь сформировалось очередное бычье поглощение на основе череды вот этих свечей. То есть видно, что эта свеча уже обновляет максимумы вот этого бычьего поглощения. Соответственно, на дневном таймфрейме видно, что мы пытаемся пробить линию нисходящего тренда. То есть рано или поздно, если мы увидим, что здесь зафиксирован на дневном таймфрейме прорыв, это поставит под сомнение нисходящий тренд на дневном таймфрейме в долларом индексе. А такого, соответственно, не было, начиная где-то с конца 2016 года. То есть впервые, если мы чуть-чуть более солидно здесь поднимемся, получится так, что этот нисходящий тренд, который продолжался приблизительно полтора года, находится уже под большим сомнением. Конечно, этот нисходящий тренд не является самым таким качественным нисходящим трендом, но условно он существует. Итак, на х4 мы совершаем уже первые такие заметные попытки прорыва красной линии. То есть, скорее всего, если мы задержимся в ближайшие дни выше вот этих предыдущих вершин, скорее всего, здесь начнется восходящее движение. И именно о этом трехмесячном периоде, о котором мы говорили, скорее всего, именно как минимум три месяца мы будем наблюдать. Конечно, в зигзаге восходящее движение. Сформируется ли это восходящее движение после вот этой попытки прорыва, обновления в верхних пределах диапазона на х4? Я предполагаю, что есть хорошая вероятность того, что мы об этом узнаем, скорее всего, после заседания ЭЦБ на 50%, которое состоится в четверг, и после заседания Федрезерва, которое состоится на следующей неделе, во вторник и среду. То есть после вот этих двух заседаний, рано или поздно, через там какое-то время, скорее всего, уже будет четко, ясно, понятно, формируется ли попытка движения вверх, которая нарисует реальный прорыв нисходящего тренда. И наоборот, если все не так пойдет, то есть не в пользу американского доллара, после заседания ЭЦБ и после заседания Федрезерва, после вот этих двух заседаний, скорее всего, тогда здесь развернется график, и мы начнем рисовать на дневной таймфрейм. Снова нисходящее движение, а на х4 как минимум вернемся в пределы вот этого диапазона, который на самом деле также хорошо заметен и на часовом таймфрейме. Вот оно практически, это движение. Будем следить за ситуацией. Ситуация достаточно интересная. Думаю, что в ближайшие где-то, ну приблизительно получается 10 дней, мы много что узнаем. У меня на этом все по долларовому индексу. Конечно, я хочу сказать, в долларовом индексе я не торгую. Многие могут сказать, а разве можно торговать в долларовом индексе? Вы знаете, есть фьючерсы на долларовый индекс, есть, соответственно, брокер, которые предоставляют, то есть то, что у нас нет торговли в МТ4, не значит, что вот видите, я когда выбираю долларовый индекс, здесь он не отображается, отображается пара евро-доллар. Это не значит, что в других местах его нет. Так что хочу сказать, поэтому я иногда говорю, я не торгую в этом долларовом индексе на данный момент, потому что для меня здесь надежных сигналов нет. И это, конечно, потому что и в паре евро-доллар я не вижу надежных сигналов для совершения сделок. Хотя на меньшем тайм-фрейме последняя свеча, которая рисуется, четко и ясно рисуется на данный момент в медвежьем виде. В верхней части нисходящего треугольника, извиняюсь, нисходящего тренда, на линии нисходящего тренда, а также видно, что ее хай не обновляет предыдущие, то есть тот нюанс, тот фактор, который мы уже несколько недель подряд обсуждаем, где-то начиная с середины марта, видно, что, вероятно, все это говорит и с точки зрения свечного анализа, и с точки зрения графического анализа, и с точки зрения фундаментального анализа, что вероятность того, что именно сейчас начинает рисоваться вот эта вершина здесь, она все больше и больше. И видно, что и фундамент на данный момент это подтверждает. Посмотрим, как поведет себя пара евро-доллар и, соответственно, долларовый индекс после вот этих двух заседаний, то есть после заседания ЭЦБ, после заседания Федрезерва. На weekly time frame, так же, как и в долларовом индексе, уже идет первая попытка формирования второго такого обычного поглощения. Конечно, оно не в таком хорошем виде, которое было здесь зафиксировано, но я условно говорю бычье поглощение, если мы объединим все эти свечи. Все-таки хочу напомнить, что здесь достаточно долго шла эта консолидация на weekly и на дневном time frame. Соответственно, вот эти волчки, которые рано или поздно заканчиваются, все знают, что после череды таких свечей рано или поздно начинается достаточно такое стабильное, целенаправленное движение. Если окажется, что это сейчас реальная попытка движения вниз, и после вот этих двух заседаний ЭЦБ и Федрезерва мы пойдем вниз, это череда вот этих маленьких волчков или свечей, которые рисовали эту консолидацию на weekly, подтвердить, что потом начинается такой хороший период снижения. И наоборот, вспоминаю, что совсем недавно вот эта свеча имела бычий характер, которая вот именно в таком сейчас медвежьем виде выглядела, что здесь в бычьем виде, что движение пойдет вверх. То есть доверять ли этой свече пока еще не стоит, потому что неделя не закрылась, но мы ее обсуждаем в текущем виде. Итак, на дневном time frame ничего интересного. Первая, вторая, третья, четвертая, может быть это уже была вот эта пятая вершина. И мы сейчас тестируем нижние пределы вот этого диапазона. На х4 восходящий тренд видно, что уже остается с каждым днем позади. То есть он становится все менее и менее не то что актуальным, но потенциально возможным. То есть вероятность того, что мы снова вернемся в этот восходящий тренд между зелеными линиями с каждым днем становится все меньше и меньше, потому что после прорыва линии тренда мы все время отдаличиваемся от этого восходящего тренда и не повышаемся. А также потенциал того, что мы можем пойти вниз, также сохраняется. Вот сейчас очень интересно будет, как поведет себя пара евро-доллар в той нижней части вот этого диапазона. Начнется ли попытка реального прорыва вот этих впадин на х4 и попытка тестирования вот этого уровня 1.20 условно там с копейками, чтобы здесь сформировалось потенциальное нисходящие движения. Или после заседания ЭЦБ, заседания Федрезерва, мы снова вернемся и пойдем вверх. Итак, если доверять на данный момент фундаменту, чисто фундаменту, я хочу подчеркнуть, что уже где-то 30-45 дней подряд четко и ясно продолжается вот эта дивергенция между экономическими ростами в еврозоне и США согласно маркету. И фундамент говорит о том, что может быть мы сейчас начнем идти вниз. Но все-таки думаю, что полностью доверять этому фундаменту не стоит, потому что впереди у нас есть еще две важные фундаментальные, с точки зрения фундамента события, это именно заседание ЭЦБ и заседание Федрезерва. То есть этот фундамент также нужно учитывать, или кто-то его, если кто-то торгует в преддверии этих событий, должен понимать, что он на себя берет этот риск, либо верит, что там ситуация во время этих заседаний будет развиваться либо по этому пути, либо по-другому. Каждый для себя сам выбирает. Итак, в паре фунт-доллар видно, что вот эта ложная свеча, которая обновила своей верхней тенью предыдущие максимумы, имеет на данный момент характер или вид падающей звезды. То есть если она сформируется в этом виде, условно это считается потенциально разворотной свечей. Конечно, на уиклик тайм-фреме мы понимаем, что мы все-таки находимся в кунтурах, в пределах восходящего движения, как и на уиклик, так и на дневном. Поэтому я неоднократно говорю, что у меня нет большого желания здесь пытаться ловить какие-то вершины, потому что тренды на тяжелых тайм-фремах все-таки остаются восходящими, хотя мы находимся в фазе коррекции и в том и в другом тренде. Хочу сказать, что для меня нет интереса здесь для совершения сделок на продажу, потому что в любое время фунт может отскочить сильно вверх, и мне эти приключения не нужны. Думаю, что раз я здесь буду покупать, допустим, доллар против фунта, всегда найдется другой более надежный инструмент, где будет целенаправленное движение более надежное, и соответственно подключиться к росту доллара можно в другом месте. Но, конечно, каждый для себя сам решает, потому что у каждого собственное предпочтение. Есть, например, трейдеры, которые только торгуют по одной или двум валютным парам, их лучше знают. Так что всегда лучше доверять своей личной протестированной стратегии, а я просто здесь озвучиваю свое видение, и поэтому говорю, что мне это не подходит. На х4, так же как и в паре евро-доллар, там сформировалось сопротивление на каком-то уровне, которые можно нарисовать через какие-то вершины. Видно, здесь была одна вершина, потом в третий раз, в четвертый раз мы ее тестировали. Мне кажется, что мы потихонечку идем к нижним пределам вот этого восходящего тренда, который есть на дневном, и, конечно, на уик-тайм-фреймах. Но я здесь не собираюсь чертить. Я это неоднократно говорил, потому что на х4 у меня нет тренда, по моему наблюдению имею в виду. И, скорее всего, это тот случай, когда, если, допустим, я буду торговать на х4, получается торговля в диапазоне от этой вершины, продажи от этой вершины с целью достижения нижних пределов диапазонов. Но это не подтверждается на последующем дневном тайм-фрейме, потому что здесь все-таки идет восходящий тренд. Поэтому мне это не так интересно. То есть я не хочу здесь рисковать. Конечно, на х1 мы понимаем, что был сломан вот этот восходящий тренд. На самом деле, давайте я его уже четко и ясно перечеркну, потому что здесь было уже два пробоя вот этих линий. Секундочку. Вот они. Соответственно, я хочу показать, что мы здесь обновили все вот эти ключевые впадины. Соответственно, для меня этот восходящий тренд сломан. И это полностью говорит о том, что уже на мелких тайм-фреймах ситуация разворачивается не в пользу британского фунта, а в пользу американского доллара. И это также в известной степени является таким сигналом, указывающим на ослабление британского фунта. Все-таки я здесь не торгую. Я об этом неоднократно говорил. В паре доллар-франк ситуация достаточно такая стабильная в последнее время. Видно, что продолжается череда бычьих свечей. Это единственная европейская валюта из трех, которые мы обсуждали в последнее время. И имела, то есть доллар имел какую-то стабильность, и даже повышался, имею в виду, в других парах такого не было. Там либо формировались развороты, либо не было ясно, что там рисуется. А здесь продолжалось ослабление швейцарского франка. На уикли мы потихонечку идем вверх. Я считаю, что условно мы уже тестируем просто на разных графиках. Тут можно сказать, что вот эта линия потенциального нисходящего движения находится на разных уровнях. Но вблизи 97, там 70, 98, 20. Вот где-то здесь есть солидное сопротивление для дальнейшего роста пары доллар-франк. Все-таки я хочу сказать, что я предполагаю, что если, допустим, в Европе будут идти к окончанию программы выкупа активов, и при этом темпы роста европейской экономики будут сохраняться выше 2%, и в дополнение, если действительно американская экономика впереди, действительно зафиксирует более высокие темпы роста, чем, например, в первом квартале текущего года, вот то, что нам говорит маркет. Хочу сказать, что я предполагаю, что здесь произойдет движение. Это движение вверх зигзагом, конечно, продолжится. Понятно, что я сейчас обсуждаю график на weekly time frame. И тут просто иногда я заметил, что когда я комментирую графики, многие пропускают тот нюанс, на каком таймфрейме я комментирую график. То есть, когда мы говорим, что на weekly, мне кажется, что зигзагом цена может подняться снова к вот этим локальным вершинам, то есть до уровня 1.00, 1.02, 1.04. Это не значит, что на мелких таймфреймах мы не можем увидеть коррекцию на 2 цента или на 3 цента. Это то, что для кого-то может быть сокрушительным, если он торгует в направлении роста большими объемами по сравнению со своим депозитом, в надежде того, что мы обсуждаем на месячном или на weekly time frame потенциальный рост, а там открылись сделки на непонятно каком таймфрейме, скорее всего, со сотым плечом полностью зашли эффективным на 5-минутном таймфрейме. Нет, это я не обсуждаю, это weekly time frame. Надеюсь, это понятно. Но если перейти к более мелким таймфреймах, и в частности к H4, здесь четко и ясно продолжаются восходящие движения. И видно, что мы вышли за пределы линии сопротивления вот этого восходящего тренда. Но это не значит, что на 100% сейчас франк вернется в пределы вот этого восходящего движения, потому что ранее мы неоднократно говорили, может быть, просто поменяется угол тренда, тренд ускорится. Будем следить за ситуацией. Конечно, здесь восходящее движение продолжается, то есть по логике потенциальные сделки на покупку, они остаются актуальными. То есть здесь продолжается восходящее движение. Надеюсь, люди, которые торгуют по таким сигналам. И я предполагаю, что у всех видны вот эти общие такие глобальные тренды. Соответственно, я знаю, что те люди, которые торгуют по графическому анализу, там и в дополнение пользуются какими-то еще подтверждениями, например, с точки зрения фундамента, с точки зрения свечей, они знают, как торговать в этих направлениях. И тут практически вопросов нет. Итак, на H1 напоминаю, что мы находимся также и здесь в верхней части вот этого мини восходящего тренда на H1, который мы вчера обозначили. То есть здесь на фоне волатильности мы можем увидеть и коррективное движение, но у меня нет гарантии, что будет коррективное движение, потому что если получится так, что впереди улучшение и в европейской, и в американской экономиках останется, то тогда здесь можем пройти и без какой-то более такой глобальной, солидной коррекции на мелких таймфреймах. То есть та, которая, например, нарисует движение вниз на центре на полтора. Скорее всего, после некой волатильности можем снова пойти стабильно вверх. Итак, единственная пара это доллар-франк из европейских, у которой на H4 есть и продолжается восходящий тренд в нашем случае, который не противоречит движениям, которые есть как же и на более тяжелых таймфреймах, то есть этот диапазон, так же и на более мелких таймфреймах. То есть здесь интересно, что и на H1 есть восходящий тренд, и на H4 практически есть восходящий тренд. То есть видно, что он потихонечку подтверждается и на все более и более тяжелых таймфреймах. Итак, следующая пара доллар-иена. Но до этого давайте я спрошу у наших участников, есть ли у кого-то, возникли у кого-то вопросы по валютным парам, которые, по европейским, которые мы обсудили. Если да, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате. Конечно, я всегда приветствую и ваши видения. Думаю, что они нам могут пригодиться. Так что если у кого-то есть собственное видение по этим валютным парам, так же выкладывайте, даже если они совершенно противоречат моим взглядам. Это тоже большой плюс, потому что может быть, оказывается, что я совершаю какую-то ошибку в своих анализах, и это может оберечь меня. То есть ваши анализы могут меня оберечь от каких-то неэффективных или потенциально убыточных сделок. Поэтому я всегда приветствую и ваше видение в чате. Но если, конечно, никто ничего не собирается писать, то нам тогда пора продолжать. Итак, пара доллар-иена, 23 уровень, который есть в этом условном диапазоне на тяжелом месячном тайм-фрейме. Видно, что это потенциальный отскок от вот этой линии потенциального движения вверх. Конечно, здесь все более и более. Мне кажется, что вот эта формация симметричного треугольника, она пока еще остается. И на самом деле я хочу сказать, что если мы рассмотрим вот эту часть в качестве первой волны, второй, третьей, четвертой, вот во время пятой мы по логике должны выйти. Во время пятой. Если полностью доверять вот этим треугольникам, то есть это идеальный случай, когда выход происходит на пятой волне из треугольника. То есть либо вверх, либо вниз, либо там, ну, смотря какой треугольник, то есть вверх или вниз. Конечно, когда уже формируется шестая, седьмая волна, по логике графического анализа считается, что уже сигналы становятся менее надежными, даже если там будет выход вверх или вниз, они будут менее надежны. Но, конечно, это той теории, которой я доверяю, потому что есть люди, которые, может быть, рассматривая всякие треугольники, они пользуются другими теориями, и это противоречит. Вот эти заявления, которые я озвучил, противоречат логикам этих теорий. Каждый для себя решает, но к этой я придерживаюсь. Пять волны – это идеальный случай для надежности последующего движения, там, либо вверх, либо вниз. Итак, все-таки с точки зрения свечного анализа, здесь четко и ясно видно, что после формирования вот этого молота идет бычье поглощение. Не только молота, но оно может практически в конце месяца поглотить предыдущую свечу за месяц, февраль, которая имеет ярко выраженный медвежий характер. Все это будет говорить о том, что у доллара здесь стабильная поддержка. На weekly time frame продолжается обновление максимумов бычьих свечей. То есть четко и ясно видно, что продолжается обновление максимумов бычьих свечей после бычьего поглощения. Все это говорит о том, что у доллара есть стабильная поддержка и может быть мы снова попытаемся зайти в этот диапазон, который мы обсуждали в второй половине прошлого года. Я все-таки здесь не пытаюсь ловить эту впадину. Я это неоднократно говорил. Конечно, это мое видение. Если кто-то, например, этой впадине доверяет, просто помню один из наших участников в это время после вот этого на самом деле бычьего поглощения говорил о том, что здесь скорее всего впадина. Я говорил, да, может быть, но я к этой потенциальной впадине не подключаюсь, потому что на самом деле это, конечно, покупка доллара. И я для себя нашел по своим стратегиям другие инструменты, где я бы мог применить вот эту покупку доллара в каких-то трендах на Х4. А здесь их нет, поэтому отсюда, от этой пары я отказался. Все-таки еще раз напоминаю, что в середине марта мы увидели, что согласно Танкану впереди два квартала ослабления темпов роста японской экономики. Соответственно, вот эта дивергенция, которая и между экономическими ростами в Европе и США есть, она также наблюдается впереди, ожидается, то есть, скорее всего, и по Японии. То есть, это и с точки зрения фундамента подтверждается. И мы это комментировали. На дневном таймфрейме мы заходим уже в этот серый диапазон, который обсуждали в прошлом году. То есть, ранее, если мы предполагали, что это был рыночный шум, оказалось, что после снижения мы от этого рыночного шума отказались. То есть, оказалось, что мы здесь действительно вышли за пределы серого диапазона. Кто знает, может быть, мы сейчас снова возвращаемся в эту зону. Давайте я сейчас его вот здесь продублирую. Может быть, это был действительно рыночный шум. Но он был более растянутым. И на самом деле, что значит более растянутым? Приблизительно три месяца. Вот, ну, грубо говоря, если здесь взять с конца, например, первые попытки выхода, с конца января график пытался выходить. Вот, 2 плюс 3, получается начало февраля, выход. 2 плюс 3, 3 месяца, получается пятый месяц. В начале мая мы потихонечку пытаемся войти в эту зону. Посмотрим. Итак, на х4 ничего интересного нет, кроме перечеркнутого нисходящего движения. Также на х1 у нас уже давно перечеркнуто вот это также нисходящее движение. То есть, все это нам говорилось, что еще когда мы перечеркнули вот этот х1 тренд, нисходящий, говорили, что здесь намечается ослабление движения вниз. После того, как и х4 было перечеркнуто движение вниз, вероятность того, что здесь начинается движение вверх, конечно, увеличивается. Но я пока еще ни на х4, ни на х1 не вижу таких надежных движений вверх. Единственное, на 30-минутном вот этот восходящий тренд мы его уже анализируем, наблюдаем достаточно долго. Ну, я всего лишь на этом 30-минутном восходящем тренде не могу, не ссылаюсь. То есть, я бы не открывал сделку. Лично я подчеркиваю, имея только восходящий тренд на 30-минутном таймфрейме, который очень скоро может перерасти и на х1 один таймфрейме. То есть, он может подтвердиться. Но здесь практически кроме этого ничего другого нет. Да, есть, конечно, на уикли таймфрейме вот это бычье поглощение, которое мы зафиксировали в марте. Конечно, фундамент в пользу доллара. Но этот фундамент в пользу доллара, он есть и в других местах. Поэтому я опар доллар-иена пока еще отказываюсь. Итак, читаю дальше. Киселев Андрей пишет. На японку от 26.6.19 накинул фибу на восход, то мы дошли до 50%. Давайте мы это и здесь посмотрим. То есть, на японской иене. Я тут возьму чистый график в самом конце. Одну секундочку. Давайте мы откроем пау доллар-иена. То есть, вы говорите, что... Давайте, предполагаю, что это где-то отсюда. С июня 2019-го, 2016-го года. То есть, это где-то здесь июнь. Ну, давайте я так возьму тогда вот эту волну. Да, действительно, получается, это середина. Это середина вот этого движения. И, может быть, даже можно сказать, что я бы вот так сказал. Конечно, это та же самая впадина, но это середина практически правления Трампа. Вот она практически, вот это правление Трампа. Вот они выборы. 7-го или там 8-го ноября, когда вышли результаты, я уже не помню, 8-го или 9-го это было. 7-го, 8-го или 9-го ноября. Вот оно движение, которое в паре доллар-иенов сформировалось после господина Трампа. И видно, что во время правления Трампа мы идем к середине или уже где-то там находимся. Так что, действительно, это те же уровни Фибоначчи. И, соответственно, да, это где-то та середина. Так, загаянного Ольга. По паре доллар-иена держу покупку от 107.20. Огромное спасибо за то, что вы поделились этой информацией, Ольга. Конечно, я вам желаю удачи, чтобы эта валютная пара еще шла сильно вверх. Хорошо будет, если она не только зайдет вот этот ВОЗ диапазон. Давайте я вернусь уже к нашим графикам. То есть, не только, чтобы она зашла в тот диапазон, который мы когда-то обсуждали, но чтобы и поднялась к самой верхней части этого диапазона. Чтобы вы еще намного больше заработали. То есть, я вам желаю этой удачи. Действительно, я предполагаю, что если эта дивергенция между экономическими ростами будет подтверждаться шаг за шагом, и, как Танкан нам говорил, впереди два квартала снижения темпов роста в Японии, я помню, это может спокойно, очень быстро произойти. Вот это повышение к уровню 113-114. Я помню, что мы здесь когда-то, именно вы также покупали пару долларов и иена. Вот после этой свечи, в сентябре, после заседания Федрезерва, вы же здесь закрыли вашу сделку. Я это помню. А я закрыл свою сделку в это время. она была разбита на две части. И вы закрыли вашу сделку, я помню, на более высоких, хороших уровнях, чем я. То есть, я это с целью озвучил, потому что помню, что вы в это время закрыли приблизительно на самой-самой вершине. И, соответственно, эти уровни вы знаете. И, может быть, мы снова поднимемся к этим уровням. То есть, я предполагаю, что пару долларов и иена, и эти уровни вы очень хорошо знаете. Хорошо. Так что, желаю вам удачи, чтобы ваша сделка действительно сработала именно в этом виде. Идем дальше. Пара доллар, канадский доллар. Очень интересная ситуация. Месячная свеча, которая имела ярко выраженный медвежий характер, за последнее время так сильно поменялось, что мы вчера видели свечу, вот эту падающую звезду. Сейчас молот месячный. Вчера медвежье тело молота поглошало бычье тело вот этой падающей звезды. Сейчас ситуация поменялась. Видно, что тело вот этого месячного апрельского молота, если свеча закроется вот в этом виде, оно войдет внутри, грубо говоря, тела бычьего тела вот этого предыдущего, предыдущей свечи падающей звезды. Соответственно, это будет говорить о том, что такого сильного медвежьего сигнала в паре доллар-канадский доллар нет. И скорее всего, если мы перейдем к Уикли, может быть, это была та самая впадина от нижней части восходящего потенциального движения. Может быть, это действительно начало движения вверх. Тем более, что впереди на следующей неделе будет заседание Федрезерва, будет ЕЦБ. Они сыграют важную роль. И на самом деле, я ранее предполагал, что если здесь будет впадина, она может растянуться и будет легче ее практически заметить. Оказывается, что она, скорее всего, эта впадина сформировалась очень быстро. И она сформировалась на прошлой неделе в самом-самом конце недели поздно, в пятницу, когда здесь почти зафиксировалось вот это бычье поглощение. Давайте я в неком таком мягком виде, то есть не полностью в зеленом, потому что все равно тело именно в момент МТ-4 не поглощает полностью тело предыдущей медвежьей свечи. Но так как оно есть, мы в мягком виде зафиксируем вот это бычье поглощение в нижней части восходящего потенциального тренда. Почему я на это обращаю внимание? Потому что Банк Канады после заседания на прошлой неделе, которая состоялась, утверждает нам, что они продолжат цикл повышения ставки. Они оптимистично высказываются по канадской экономике, но впереди есть несколько очень больших минусов, что они ставят... Давайте даже я в этом заявлении Стивена Полоза, если смогу его сейчас быстренько найти, Банков Кенада, вот то, что сегодня было. Где оно? Практически Полоз или Банкинг. Ладно, то, что я сегодня показывал, и мы обсуждали это на прошлой неделе, давайте я его просто прокомментирую, что Банк Канады, вот то, что мы комментировали, он ставит на экономический рост, который будет основан на увеличении экспорта и на увеличение, за счет увеличения инвестиций в промышленном секторе, то есть, типа, предприятия будут наращивать свой капацет, свои мощности, за счет покупки нового оборудования, с целью экспорта этой продукции. Получается так, что они сильно будут зависеть от экономической ситуации в мире, а не это не будет такой уже солидный экономический рост в Канаде, который базируется на внутреннем спросе, то, что наблюдалось во второй половине 16-го и в первой и частично второй половине 17-го года. Я это с целью озвучил, потому что если что-то не произойдет так в глобальной экономике, именно вот эти торговые войны будут продолжаться между США, между другими странами, это очень большой риск для канадской экономики, экспорт, который приблизительно три четверти экспорта, который идет в США, поэтому это большой риск, и мне кажется, инвесторы понимают этот риск, и поэтому сейчас частично не доверяют канадскому доллару, потому что они себе говорят, а, господин Трамп все время проводит вот эти жесткие риторики в отношении, жесткую риторику в отношении торговой и внешней торговли, Канада может очень сильно от этого пострадать, давайте мы не будем доверять стабильному экономическому росту, который видит Банк Канады, может быть, и они сейчас сбрасывают эти канадские доллары, и, соответственно, я хочу сказать, что это такой риск для канадской экономики, и будем следить за ситуацией. Соответственно, на дневном таймфрейме здесь ничего интересного на самом деле у меня нет, то есть я оставлю вот эти формации на этих таймфреймах. На х4 получается, что после того, как мы перечеркнули восходящий тренд, здесь практически на х4 я не вижу восходящего тренда, но на х1 был отменен, пробит вот этот нисходящий тренд, то есть на х4 и на х1 здесь отменен этот нисходящий тренд, и продолжается движение внутри восходящего движения, которое есть на 30-минутном таймфрейме. Давайте я это продолжу, то есть видно, что на 30-минутном таймфрейме продолжается вот этот восходящий тренд, и, конечно, я хочу сказать, что если кто-то торгует в направлении вот этого восходящего тренда, должен понимать, что да, в известной степени это движение вверх продолжается, но на H1 вот этот нисходящий тренд, хотя он перечеркнут, давайте я его перечеркну, хотя на H1 вот этот нисходящий тренд перечеркнут, то есть его уже нет после вот этого прорыва и резкого роста вблизи вот этой вершины, условно или вблизи вот этой, я хочу сказать, что все-таки на H1 и на H4 нет восходящих движений, поэтому в канадском долларе вот эти движения могут быть очень хаотичными, я здесь не подключаюсь, я это говорил неоднократно, то есть я здесь не подключаюсь к этому восходящему тренду на 30-минутном таймфрейме. Итак, следующая пара, австралийский доллар корректируется, 61 уровень по фиборачо, я предполагаю, что к середине вот этого диапазона мы можем подойти, это где-то 74,80-75, на уиклик таймфрейме идут первые попытки прорыва линии восходящего движения, и они хорошо видны и на дневном таймфрейме, вот они первые попытки прорыва линии восходящего движения, все это в пределах нисходящего движения на H4, конечно инфляция сегодня рано утром не является сюрпризом для рынка, мы это вчера комментировали, то есть условно в нижней части H4 нисходящего движения австралийский доллар получает поддержку, потому что на дневном таймфрейме это нижняя часть восходящего движения, то есть это на том перекрестке, но при прочих равных условиях, скорее всего мы будем идти к 50 уровню, то есть к 75 в паре австралийский доллар-доллар, я свою сделку на продажу здесь закрыл, думаю, что это неоднократно освещал в последние дни, соответственно у меня в этом H4 нисходящем движении сделки уже нет, надеюсь это в очередной раз было слышно, каждый уже сам для себя решает, если конечно кто-то торгует на очень тяжелых таймфреймах, здесь после вот этого медвежьего поглощения, которое подтвердило вот эту предыдущую вершину, вероятность того, что этот диапазон сработает и мы будем тестировать эту середину диапазона, увеличивается то же самое в паре новозеландский доллар-доллар, секундочку, то же самое в паре новозеландский доллар-доллар, то есть скорее всего мы также будем тестировать вот эти уровни 68-80, то есть условно 69, поэтому здесь скорее всего также формируется движение вниз. Хочу все-таки напомнить, что здесь мы зафиксировали вчера очередное второе медвежье поглощение, которое говорит о том, что скорее всего в верхней части серого диапазона есть потенциал формирования впадины, то есть вершины и движения вниз к этим впадинам. На дневном таймфрейме здесь и на х4 мы находимся в пределах вот этого диапазона. Мне нужно вот эти линии поменять, потому что отображается на всех таймфреймах и они нам мешают. Так, секундочку. И здесь получается, что мы уже пробили нижнюю часть вот этого диапазона на х4, которая практически сформировалась на основе вот этих предыдущих вершин, то есть вот эти предыдущие вершины. То есть это была четвертая вершина. Я предполагаю, что пара новозеландский доллар-доллар вслед за австралийцем будут идти вниз. Для начала это будет уровень условно 70 и потом 68.80. У меня два тейк профита по этой долгосрочной сделке, которую первую часть маленькую я открывал первую половину в конце декабря прошлого года после заседания Федрезерва. Вторую часть во второй половине февраля, если не ошибаюсь. То есть я полностью сделал объем в паре новозеландский доллар-доллар, отвечающий хаш одному объему при моей торговле. И эти тейк профиты уровня я озвучил, они на отметке 70.00. Там с копейками чуть-чуть и чуть выше, около 69.00. Если не ошибаюсь, находится мой второй тейк профит. То есть чтобы при падении моя сделка закрылась. Конечно, я вчера озвучил, что торговать на месячном таймфрейме для меня это не самая подходящая торговля. То есть я для себя сделал вывод, что даже если я здесь выйду в плюс по этой сделке, если она закроется по этим тейк профитам, учитывая, что я открывал вот эту позицию на фоне того, что здесь может сформироваться этот диапазон, потому что ни на одном таймфрейме не было никакого тренда нисходящего. Мы это неоднократно говорили. Поэтому я говорил, что я основывался на вот этом тяжелом сером диапазоне на месячном таймфрейме. Для меня это получается сейчас, когда я это посчитаю, те свопы, которые я заплачу, например, если окажется так, что в среднем я держал эту сделку там 2-3-4 месяца, и те свопы, когда вычитаю, получится, что чистая прибыль, вот эти проценты, если умножить и посчитать в годовом выражении, не укупляется так сильно. Думаю, что я бы мог лучше пользоваться вот этими средствами при других валютных парах. Поэтому здесь, даже если закрость, хочу сказать, что скорее всего от месячной этой торговли, от торговли на месячных таймфреймах, скорее всего, я в ближайшее время дистанцируюсь. Надеюсь, это было слышно понятно. Конечно, на х1 здесь нет нисходящего движения. Единственное, мы практически обновляем вот эти впадины. Итак, у меня по валютным парам на этом все. Золото последний инструмент. Так же, как и британский фунт, золото на месячном таймфрейме нарисовало ложную свечу, которая имеет максимум выше предыдущих. Скорее всего, это вершина, верхняя часть серого диапазона. И последует движение вниз. На weekly таймфрейме, может быть, сейчас мы протестируем вот эти бычье поглощение, медвежье поглощение, то есть нижние части. Соответственно, на х4 это нижние пределы вот этого диапазона, который мы уже очень-очень много комментируем. Вот он, условный диапазон, который сформировался за последние 3 месяца. И мы сейчас будем тестировать нижние пределы. 1.305, 1.306. Но я здесь сделки не имею. Я хочу сказать, что я еще раньше говорил, что от верхней части пологи можно продавать, если формируется движение вниз. И если от нижней части формируется отскок, можно покупать. Но в этом диапазоне я не собираюсь торговать вообще. Мне он не интересен. Я это неоднократно говорил. На х1 и на других таймфреймах трендов здесь не вижу. Поэтому для меня это ненадежная торговля. И также хочу сказать, даже если мы прикоснемся к нижней части, если пройдут достаточно грамотно заседания ЭЦБ и Федрезерва в ближайшие 10 дней, мы можем увидеть прорыв с последующим движением до середины условного этого диапазона. Она на самом деле находится не до середины. Вот здесь находится 61 уровень, где-то до уровня 1260-1270. Мы можем дойти до этих уровней, но я сделку на продажу не буду открывать. Итак, у меня на этом все. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Если они есть, пожалуйста, пишите в чате. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Конечно, если вопросов нет, то нам пора заканчивать. Соответственно, огромное вам спасибо. Тогда вижу, что вопросов нет. Большое вам тоже спасибо за участие в Иванов, Михаил. Хорошо. То есть всем спасибо. Маринин Алексей, Герасимова Татьяна. Соответственно, вам, конечно, всем желаю удачных сделок на финансовых рынках. Если у вас они уже открыты или собираетесь открывать сделки. И, конечно, хорошего вечера. Мы с вами все снова увидимся завтра в это же время. С вами был Василий Питков, аналитики Инвестиционной Академии. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok